Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Анна. Итак, посоветуйте, пожалуйста, обещайте вы, каким образом нужно выявить свои слабые стороны, наверное, которыми мне нужно работать. Я думаю, что здесь, в контексте того, что вы описываете слабой стороной, является то, что мешает вам достичь ваших целей. Если мы не берем в расчет какой-то другой контексте, слабая сторона – это сторона, которая позволяет вам быть собой, позволяет вам быть настоящим, быть верным. Соответственно, слабые стороны проявляются там, где вы вынуждены напрягать волю, где вы вынуждены себя ломать, где вы вынуждены себя пересиливать, где вы вынуждены себя передавливать. То есть, условно говоря, где вы превозмогаете себя. Я хочу влиться в новый коллектив, адаптироваться и работать в одной организации в долгосрочной перспективе. – А зачем? – Понимаете, одно дело, если вам интересна профессия, в которой вы находитесь. И другое дело, если вы хотите это все для того, чтобы чувствовать себя, ну, скажем, нужной или не одинокой. То есть, когда в рабочую сферу при вносится что-то еще, вообще говоря, ну, не относящаяся к, собственно, рабочей сфере. Да? Вот. Поэтому, мне кажется, на это нужно обратить внимание. Вот. Такое. Ну, это важно, на самом деле. как мне кажется. Дальше идем. Так. Я очень часто меняю работу. Но, опять же, понимаете, если вы вот хотите то, что хотите, потому что часто меняете работу, то, мне кажется, это не самая лучшая позиция. Потому что, как мне кажется, часто вы меняете работу в силу страха, в силу тревоги, в силу, может быть, не очень хорошего понимания того, чем вы хотите заниматься. То есть, как бы, время на работе часто это внутренний конфликт. Я работаю специалистом по интернет-маркетингу. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю свою работу. Мне трудно наладить коммуникацию с командой. Смотрите. 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 Коммуникация с командой, то есть, общение, да, базируется на нескольких вещах. Первое. Это разделение труда. В чем занимаетесь вы, чем занимаются другие. В чем сильны вы, в чем сильны другие. Второе. Это общие цели. Именно в рабочей группе, Анна, очень важно понимать, что у вас не коллектив, а рабочая группа. Если будет возможность и желание, почитайте подробнее, что такое коллектив и чем отличается от рабочей группы. Вы меня поймете. Я сейчас не буду на этом справляться. Вот. Но у вас не коллектив, Анна. У вас рабочая группа. Вот. А цели рабочей группы. Общее. Что общее. На чем выстраивается коммуникация. Это цели и задачи рабочей группы. Интерес рабочей группы. Это может быть творческая, это может быть какой-то еще. А? Поэтому, поэтому эти два момента. Момент интересов группы и ваш. Интерес надо бы соотнести между собой. Вот. И посмотреть, где есть точки пересечения. И коммуникация сразу пойдет легче. Вот. Ведь коммуникация, она бывает двух видов. Да? Она бывает такая ненаправленная. То есть она бывает такая. Знаете, вот чисто, чисто на. Знаете, как фристайл. Да? Вот. Когда. Или. Там. Стендап. Вот. Когда человек вроде как придумывает шутки на ходу. Понятно, что это не так. Но. Бывает. Бывает. Вот у кого-то получается придумать хорошую шутку на ходу. А у кого-то нет. Мне кажется, что если у кого-то не получается, соответственно, не значит, что это плохой человек. Или что у него нет чувства юмора. Или что он глупый. А значит, что у него, брат, нет такой возможности. Нет таких способностей. Вот то же самое и здесь. Легче всего коммуникацию устраивать, когда есть четкое прослеживание общих интересов. Дальше. Сложность общения может возникать еще и потому, что у человека, например, у вас может быть низкая атоматика, о чем говорил мой коллега. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду то, что общаясь с людьми, вы думаете о том, как они вас оценят, как они к вам отнесутся, как они вас воспримут. То есть, вас волнует то, иными словами, как вы будете выглядеть. Вы думаете о том, как вы будете восприниматься с людьми, вместо того, чтобы выражать людям то, что вам интересно. Вот. Страх оценки здесь имеет место быть. Почему? Потому что у вас же эта оценка негативная по отношению к себе. Почему негативная? Потому что есть требования к себе такие, которые, мягко говоря, не адекватны. Которые, мягко говоря, не соответствуют вашим реальным возможностям и способностям. Самое главное, конечно, не соответствует интересам, и вы об этом знаете, но предпочитаете игнорировать, привыкли игнорировать. В чем, собственно, и проявляется то, о чем я говорил в начале. Предательство себя. Так. Дальше. Я стараюсь понять, что от меня требуют, но делаю не совсем то, что от меня ожидают. Одно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, то, что от вас требуют, и то, что от вас ожидают, не одно и то же. Это первое. Потому что требовать могут по работе, ожидать могут успехов. Какие-то вот прям на эти невероятных успехов от вас. Вам, вы обратите внимание, что пытаясь оправдывать ожидания других людей, вы можете очень быстро потерять себя. Я не говорю, что ожидания других людей не нужно оправдывать никогда. Это, пожалуй, было бы неверно. Но на первом месте у вас что, ожидания других или ожидания свои? Ведь если у вас на первом месте ожидания других людей, то вы будете в какой-то степени от этих ожиданий зависеть. А насколько эти ожидания стабильны, насколько они постоянны, насколько они прочны, я бы сказал, очень важный момент. Я стараюсь задавать вопросы, удочнять и разбираться. Но вы же понимаете, что здесь есть тревога. Вы же понимаете, что здесь есть ощущение, что вы какая-то не такая, что вы глупы, что вы не разбираетесь, что вы не можете. То есть уже заведомая позиция, когда вы ставите себя ниже, чем другие. В итоге, после прохождения испытательного срока, работодатели стараются от меня избавиться. Я полагаю, что избавляются от вас не потому, что вы плохой сотрудник, а потому что работодатели чувствуют вашу тревожность. Чувствуют, что вы себя обесцениваете, чувствуют, что вы напряжены, чувствуют, что вы решаете какой-то свой внутренний конфликт. Понятно, что работодатели, скорее всего, это не осознают и указывают другую причину. Но мне кажется, что проблема в этом. Занимаясь вы только работой и реализовывая свое увлечение, я думаю, что бы у вас было хорошо. Как вы воспринимаете то, что работодатели хотят от вас избавиться? Как вы воспринимаете то, что вы задаете вопросы, уточняете и разбираетесь? Как вы это воспринимаете? Два года назад я поменяла сферу деятельности, потому что не смогла адаптироваться в новых условиях после того, как организация, в которой я работал, закрылась. Анна, ну что значит не смогла адаптироваться? Я бы сказал, что здесь мне немножко хитрить. Такого слова, как не смогла, нет. Ну, то есть это оправдание. Я либо не захотела адаптироваться, либо не знаю как это сделать. Не смогла. Такого, такого нет. Это замена, подмена понятия происходит. Если вы хотите научиться адаптироваться, можно сделать. Если вы не хотите адаптироваться, это лучше признать. А не смогла. И сменили деятельность, тогда получается, что просто сбежали. Нет, вы можете сбежать, но я не знаю случаев, когда бы это решало их проблему. Дальше. Я 7 лет проработала бухгалтером. 4 года в одной организации, 2 года в другой организации, закрывалась, плюс 3 организации за год. А какая цель вашей работы? Вообще. Какой ваш смысл в работе? Дальше прошла профпереприготовка, плюс полгода самостоятельного обучения и поиска работы. Зачем? Вот какое значение для вас имеет работа? В итоге сейчас я интернет-маркетолог со стажем 1 год. 1 год обучения, полгода самостоятельной работы и 7 лет работы в бухгалтерии и финансовом. Аня 29 лет, образование экономист. Если прям так, вы знаете, декоративно вам отвечать, да, что слабые стороны ваши помогут выявить тесты, профессиональные тесты, профориентированные тесты. Вот. Но работать с этими сторонами сами вы не сможете. Для этого необходимо работать со специалистом психотерапевтом. Поэтому мне кажется, что ваш вопрос, он постально несколько некорректным. Что касается моего мнения, то так же как и мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, я отношусь к слабым сторонам амбивалентно, считаю, что как таковых слабых сторон у человека нет. Но считаю, что существуют объективные препятствия на пути к тому, что человеку важно. И то, что в таком контексте воспринимается как слабая сторона. Но важно понимать, что очень мало в человеке такого, чем действительно нужно именно справляться и подавлять. Как правило, помогает наоборот, раскрытие этого, отказ от борьбы, принятия, выражения, умение использовать, умение обращаться и так далее. Ну вот. Мне, например, показалось, что вы такой достаточно душевный, тёплый человек. При этом вы зажатый, стеснительный и так далее. Но что если это теплота, что если это душевность, она будет выражена другим людям. Подумайте об этом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Продолжение следует. Продолжение следует...